Он спас миллионы человеческих жизней, выполняя задания Сталина. Он посвятил этому всю свою жизнь. Зарубежные парламенты и президенты вынуждены были считаться с тем, что он делает, хотя не знали даже, как он выглядит. Да и наши начальники высокого ранга далеко не все знали его в лицо. Но этого требовала особая секретность его работы. Он был одним из тех, кто определил исход войны во Вьетнаме. В Сирии ему обещали поставить памятник из чистого золота. Но памятники ему поставили в России. Один при жизни в городе Вольске, где он родился, другой отлили на предприятии факел, который он создал и которым руководил в 40 лет. Этот памятник поставили уже после его смерти. Петру Дмитриевичу Грушину было 87 лет. Но он не мог оставить свое дело, хотя знал, что оно в надежных руках его учеников. Для них он оставался непререкаемым авторитетом, почти Богом, особенно с той самой первой громкой историей, которая случилась 1 мая 1960 года. Это Пешевар, север Пакистана. Здесь находилась одна из баз американской разведки. Здесь был узел стратегических интересов Соединенных Штатов Америки. Рядом Индия, Китай, Афганистан. Но главное, отсюда было ближе всего до советских ракетных и атомных полигонов. В 1956 году здесь появились самые секретные американские самолеты Локфит У-2. Они были нашпигованы разведывательной аппаратурой и забирались на невероятную высоту. Больше 20 километров. Никакой другой самолет и никакой оружия достать его там не могли. Курировал эту программу лично Ричард Биселл, заместитель директора ЦРУ. В ночь на 1 мая 1960 года в Пешеваре отправляли в полет очередной У-2. В 26-й разведывательный полет над нашей страной. День выбрали идеальный для съемок и с учетом загадочной русской души. В Советском Союзе праздновали 1 мая. Русским, конечно, не до шпионов. В 5 часов утра один из лучших пилотов ЦРУ, Фрэнсис Гарри Пауэрс, вошел в воздушное пространство СССР. Когда Никита Сергеевич Хрущев шел принимать Первомайский парад, он уже знал об этом и был в бешенстве от унижения и бессилия. Он воспринимал это как личное оскорбление. Американские шпионы летали над нашей страной, как хотели, уже 8 лет. И никто не мог их остановить. А по Красной площади шла боевая техника. Лучшая в мире армия, способная дать отпор любому врагу, демонстрировала свою мощь. Но эта мощь только подчеркивала бессилие Хрущева. Она не могла уничтожить самолет, который вполне мог повернуть сейчас к Москве, Красной площади. А если он летит с бомбой? А Пауэрс летел над Казахстаном. Это космодром Байконур. Через год отсюда взлетит старший лейтенант Гагарин. А сейчас летит капитан Пауэрс. Теперь внизу оборонные заводы Урала. А дальше на север через всю страну. К ракетным стартам Плесецка, Мурманску, базам Северного флота. А там Норвегия и посадка. В Свердловске тоже праздновали Первомай. И никто, конечно, не знал, что сейчас, здесь, в небе над Уралом, произойдет событие, которое многое изменит в мире. Расчет зенитного ракетного комплекса «Двина», совсем недавно принятого на вооружении советской армии, действовал слаженно и четко. Первая же ракета поразила У-2, но он еще двигался. Вторая ракета размолотила лучший американский самолет на куски. После того майского выстрела наглые полеты самолетов-разведчиков над нашей страной прекратили. Хрущев был в восторге, когда ему доложили, что самолет уничтожен, а пилот взят в плен. Он восхищался работой Грушина. Наконец-то мы достали американцев. Кремлевка звонит в руку. Алло? Слушай, Грушин, как у тебя с временем? Он говорит, слушай, вот если у тебя найдется пару часов времени, я туда подъеду сейчас к тебе и вручу тебе звезду. Ну и я его пригласил чайку попить. Пошли пить чай, а пили коньяк. Мне, наверное, под домыслием, хотелось запеть. Вышли мы все из народа, дети семьи трудовой. Ну и запел. Запел и, знаешь-то, не знаю. Тогда Никитов хватил и допел из меня эту песню. Хрущев уважал Грушина. Гордился, что есть у него такой замечательный конструктор. Да и биографии их были похожи. Маленький городок Вольск. Это в Саратовской области, на Волке. Здесь родился Петя Грушин. Да, действительно, он вышел из народа. Отец плотник, в семье семеро детей. В церковно-приходской школе Петя научился грамоте. Профтехшколе имени Ильича, слесарному делу. Все мальчишки 20-х годов мечтали об авиации. И Петр Грушин тоже мечтал. Работал слесарем, а вечерами мастерил модели. Он уже знал, самолеты — это дело его жизни. Путь от мечты до профессии был нелегок и нескорб. Учился в Ленинграде, в Москве. В 32-м получил диплом Московского авиационного института. А это один из первых самолетов Грушина. Овиецка — небесная блоха. Сейчас объекты испытают в полете. Размах крыльев небесной блохи всего 6 метров. Вес — 150 кило. Восцетить четырехсильные моторы ветки позволяет ей развивать скорость до 140 км в час. Сейчас вы увидите и самого Грушина. Вот он, в центре кадра. Он любуется своим самолетом и, конечно, не думает сейчас, что впереди война. В числе лучших наших самолетов в Великой Отечественной войне были истребители Ла-5 и Ла-7. Их серийное производство наладил заместитель авиаконструктора Лавочкина Петр Грушин. В те дни на стол Сталину ежедневно ложились сводки о количестве выпущенных самолетов. И Сталин оценив работу Грушина. Грушин мечтал создавать новые самолеты. И, скорее всего, стал бы знаменитым авиаконструктором. Но в стране царствовало слово державной силы «надо». Не люди определяли дело, а дело определяло людей. А для самых важных дел людей выбирал Сталин. Ко мне он был внимательен. Вопрос мне задавал в моей компетенции. Круглазар у него есть знания материальной части, авиационной, отличные. Вот обращение. Товарищ Грушин. Только Грушина, да и получалось. Грюшин. Сталин помнил, что в 1941-м немецкие бомбы падали даже на территорию Кремля. Теперь, когда появилась атомная бомба. Задача ставилась конкретная. Ни одна бомба не должна упасть на СССР. В конце 1953-го Грушин основал КБ «Факел». Здесь он создаст лучшие в мире зенитные ракеты. Как раз в это время американцы разрабатывали стратегические планы «Флитвуд» и «Дропшот». Эти планы предполагали атомной бомбардировки СССР. Были же в Америке генералы, которые просто предлагали начать войну. Не только генерал МакАртур, но и генерал Лемей, командующий стратегической авиацией. Он до 1962-го года требовал превентивного удара против Советского Союза и посылал свои бомбардировщики, которые залетали в Сибирь где-то на тысячи километров. Там не было того времени ПВО. И у него даже это называлось план «дразнить красного медведя». Я почти уверен, что президент об этом не знал. Ракеты «Грушина» вызывали у американцев зависть и удивление. Они не могли поверить, что это сделали технически отсталые русские. Перед вами шифровка резидента советской разведки. Комитет государственной безопасности при Совете министров СССР. Подлежит возврату. Совершенно секретно. Хрущеву. Козлову. Громыко. Малиновскому. Восьмой отдел. Из Вашингтона. Получено в 10 часов 20 минут 6 ноября 1962 года. Американские военные специалисты проявляют большой интерес к советским зенитным ракетам. В Пентагоне в срочном порядке разрабатывает план похищения советской зенитной ракеты с Кубы и доставки ее в США. Локхит-У-2, летая над Кубой, сфотографировал позиции советских зенитных ракет «Двина». Американцы решили выкрасть ракету «Грушина» с помощью механической руки, укрепленной на вертолете. На тренировках вертолет с лету хватал ракету и улетал. Решение наших спецслужб было гениально простым. Несколько ракет связали тросом вместе, и вертолет не смог их поднять. В октябре 1962 года над Кубой ракетой «Грушина» был сбит очередной У-2. Конструктором У-2 был гениальный Кларенс Джонсон. После У-2 он создал вот это чудо – самолет-разведчик СР-71. Послать его к нам американцы так и не рискнули. В конце жизни Грушин вспоминал о главном решении, которое он принял в начале своего ракетного пути. Он понял тогда, что должен превзойти лучших авиаконструкторов мира. Скорость, высота, маневренность самолетов будут расти, и агрессор будет использовать эти достижения максимально. И потому он должен не догонять, а быть впереди. Все время быть впереди. Только тогда ни одна бомба не упадет на СССР. Он выполнил эту задачу. Но бомбы падали в других местах. В 64-м началась американская агрессия во Вьетнаме. Жестокая, грязная, как все такие войны, на чужой земле, якобы для защиты демократии и жизненно важных интересов. Как у нас, в 41-м, где-нибудь под Смоленском. Особенно удобно, а главное, безопасно было убивать вьетнамцев из самолетов. Попутно можно было экспериментировать с новейшим вооружением, проверить его эффективность для будущей глобальной войны. Армады бомбардировщиков утюжили беззащитную землю. Тогда мы не бросали в беде своих союзников. Тайными путями во Вьетнам стали переправляться ракеты Грушина. В джунглях вьетнамцы несли ракеты буквально на руках. И настал час возмездия. В первом же бою одна ракета уничтожила сразу три «Фантома». Прогулки в небе Вьетнама для американцев кончились. Они стали посылать с каждым аббардировщиком до 10 самолетов прикрыть, создавать радиопомехи, летать на бреющем, но их все равно били. В декабре 72-го американцы бросили в бой сразу 700 самолетов. 140 из них не вернулись на базу. Всего во Вьетнаме американцы потеряли 8 612 самолетов и вертолетов. Этим парням повезло. Им удалось катапультироваться и дождаться окончания войны в плену. Ракеты «Грушина» пощадили немногих. Они оказались самым смертоносным оружием, которое когда-либо поражало самолеты. Опыт вьетнамской войны «Грушин» использовал для создания своих новых, еще более совершенных ракет. Он понимал, что после Вьетнама будут другие войны. И он, к сожалению, не ошибся. Война во Вьетнаме еще продолжалась, а самолеты израильских ВВС бомбили Дамаск и Каир. Ракеты «Грушина» заставили Мошедаяна прекратить бомбардировки мирного населения Сирии и Египта. За два дня боев было уничтожено 40 израильских самолетов. В конце жизни «Грушин» со своими лучшими учениками приступил к разработке главной своей ракеты для комплекса С-300. Эта его работа известна теперь во всем мире. Вот летит ракета вот на цели. И если мы хотим это делать через рули, вот отклонили рули, значит, вот, не только, грампи. Вот, пожалуйста. Значит, вы отклоняете рули, и вот идете на эту перегрузку. Это очень долго получается. Значит, надо где-то получить газ с давлением, подвести его, передвинуть, рули подвинуться. И прикладывается эта муховая сила. И она не так идет, а... За свою жизнь Петр Дмитриевич «Грушин» создал 14 типов зенитных ракет. Они защищали небо 50 стран мира. Они поражают цели на больших и малых высотах, летящие со скоростью до 10 тысяч километров в час. Впервые в мире ракетой «Грушина» была сбита баллистическая ракета, считавшаяся до этого неуязвимой. Американцы смогли повторить это только через 23 года. Летательных аппаратов, способных уйти от ракет «Грушина», пока не существует. Теперь ракетки-то все летают. Это как мы хотим. Нет, не летают теперь ракеты «Грушина», как мы хотим. Теперь летают, как хотят самолеты НАТО. Утверждаю свое глобальное господство в мире. Это Югославия. 1999 год. Конец 20 века. Да более знакомая картина. Вьетнам, Сирия, Египет, Ирак. Перечислять можно долго. И все же вот этот непобедимый суперсамолет Америки, невидимка «Стелс» F-117, был сбит в Югославии грушинской ракетой, созданной еще в 60-е годы. А кроме того, было сбито еще с полусотни других самолетов и 200 крылатых ракет. Грушин не узнал об этих победах. Его уже не было в живых. И эти победы вряд ли бы его обрадовали, потому что уже были зенитные ракеты, созданные им и его учениками, которые могли сделать эту варварскую агрессию невозможной. Он всегда считал это главной целью своей жизни. Он стремился к этой цели всю жизнь, все свои 87 лет. И то ведь семь орденов Ленина, две золотые звезды героя, за так не давали. Вообще жизнь прошла очень красиво. Наверное, большую роль играл тот момент, что я относился ответственно к выполнению заданий. Это уж такой трудовой накол был у моих родителей и у родителей родителей. Не роптал я, ничего я не ворчал. Работал. Каждый день работал. Вставал часов в 5-6. Спали на полу, негде больше. На полу вылочная такая подстилка, ну и подушкой, пальто, в котором ходил, под подушкой. И вот там в 5 часов подходит мать, а я сплю. И она, значит, и занавесит. Петя, Петя, пора, уже пора. И вот я каждый день слышу этот мягкий, стихий голос. Петя, пора. И таким скорочным голосом, с чувством жалости. И меня было очень жалко, буди. Петя, пора. Петя, пора. Петя, пора.